Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу Лестница. И сегодня с вами мы, ее ведущие, Ксения Митюрникова, Карина Краснова и Светлана Краснова. В конце июня в нашем городе прошел традиционный, но особенно яркий в этом году праздник – выпускной. 11-классники Заречного попрощались со школами и беззаботным детством. Давайте вспомним, как это было. Подробности в большом репортаже, подготовленном нашей съемочной группой. Ксения, почему ты такая красивая? А у меня сегодня выпускной. Здорово. А что там будет? А пойдем, я тебе расскажу. Пойдем. Пройтись по красной ковровой горошке, принять участие в фото-пробах можно не только на кинофестивалях, но и на выпускном Заречном. Сейчас мы находимся на конкурсе «Выпускник и выпускница-2014», который традиционно проходит за площадью перед театром юного зрителя. С каждым годом конкурс набирает обороты. В этом году в нем приняли участие 45 девушек и 24 юноши. Каждый из них сфотографировался для участия в голосовании, а девушки на дефиле сверкали своими нарядами перед объективами камер на красных ковровых дорожках. Победители были выбраны в ходе голосования, открытого на портале «Город Зет». Ими стали Валерия Курносова и Артем Лазарев. После конкурса все 240 выпускников, их друзья и родители замерли в ожидании. И вот, наконец, на главную площадь Заречного была приглашена колонна 11-ти классников. С окончанием обучения в школе и началом взрослой жизни выпускников поздравил глава города Олег Климанов. Я от всей души поздравляю вас с этим светлым, с этим радостным, с этим знаменательным событием в вашей жизни, с окончанием школы. Завтра у вас наступит другая жизнь. Завтра вы сделаете первый большой шаг во взрослую жизнь. В выпускной время честования тех, кто приложил максимальные усилия для достижения лучшего результата. Медалистами в этом году стали 21 11-ти классник, а знаком гордость Заречного были награждены 12 человек. Ребят и их родителей лично поздравил глава Заречного Олег Климанов. Выпускница лицея номер 230. Благодарственное письмо главы города Заречного вручается родителям Ирине Геннадьевне и Артуру Александровичу. Она многим занимается в студии журналистики АВТО. Отвечалась по 10-ти 4-го международного юридического форума в Ялте в рамках 12-го международного юридического форума. И вот настал долгожданный и трогательный момент праздника прощания со школой. Вальс выпускников. Праздник продолжился в школах, где выпускникам вручили аттестаты и дипломы, а родителям благодарственные письма. Награждение не было скучным, ведь ребята подготовили красочные концерты для того, чтобы порадовать своих родных и близких. Праздник продолжился в школах, где выпускникам вручили аттестаты и дипломы, а родителям вручили аттестаты и дипломы, а родителям вручили аттестаты и дипломы. Выпускники подарили друг другу и гостям праздника только хорошее настроение и яркие эмоции. Конечно, было немного грустно, но ребята с легкостью заменяли печаль прощания со школой на веселые и интересные номера. С праздником выпускников поздравляли все – родители, педагогические коллективы школ, а также представители администрации Заречного. Я уверена, что все вы достигнете того, о чем мечтаете. Пусть все получится. Пусть исполняются самые заветные желания, самые дерзкие мечты. Будьте счастливы, успешны и прославляйте наш любимый родной Заречный. Наши выпускники были успешными в проектах, предпринимательских, волонтерских деятельностях. Они были людьми неравнодушными, принимали активное участие в благотворительных акциях, помогали людям и животным. После награждения в школах выпускники отправились в зону отдыха «Солнечное», где им представили сюрприз от родителей – красочный салют. После разноцветного небесного представления, высших школьников пригласили в Центр культуры и досуга, где праздник выпускного традиционно продолжается интересной программой и дискотекой. В выпускной очень нравится все, все очень круто, атмосфера очень хорошая, кайфовая. Танцуем, отдыхаем. Мне выпускной очень понравилось на самом деле, все организовано было в полной мере. Я считаю, огромная благодарность родителям, всем организаторам, учителям, все было супер. Ребята танцевали, принимали участие в веселых конкурсах и наслаждались каждым моментом, проведенным вместе. Я очень рада, что сегодня я нахожусь в кругу моих близких, друзей, одноклассников и учителей. У праздника выпускного в городах присутствия госкорпорации «Русатом» есть свой особый знак. И только в Заречном по 11-класснику есть возможность оказаться прямо внутри него. Еще одним подарком для выпускников стало необычное представление от гостей праздника – шоу-дуэта по барабану. Дискотека незаметно подошла к концу уже на рассвете 22 июня. Ровно в 4 часа утра выпускники собрались у монумента «Никто не забыт, ничто не забыто» в зоне отдыха солнечная для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто в это же время, 78 лет назад, встретил войну и боролся до последнего ради мирного неба и нашей счастливой и спокойной жизни. В знак благодарности за великую победу бывшие школьники выпустили в небо белые воздушные шарики. Этим и завершился праздник выпускного в Заречном. На память ребята поблагодарили своих учителей. Спасибо нашим учителям, которые помогали нам все эти 11 лет, тянули нас как-то, подтягивали по предметам, но не всегда что-то было хорошо, когда-то было супер, они нас хвалили, ругали, но мы прошли этот жизненный путь, спасибо им. За 11 лет школа стала по-настоящему родным местом, учителя стали близкими людьми нам, я думаю, что для каждого ученика. 222-я школа – это то место, куда по-настоящему хочется приходить, возвращаться. В школе хотелось бы, наверное, пожелать умных учеников адекватного поведения, больше пятерок, меньше двоих, как обычно, и меньше плохого поведения. По всем будем скучать, всех будем любить, навещать. Детство закончилось, но не стоит расстраиваться, ведь впереди новые высоты, которые еще обязательно покорятся. Мы желаем выпускникам достигать поставленных целей на своем жизненном пути, быть счастливыми и наслаждаться каждым моментом, особенно, пока в глазах искрится юность. Ксения Митюрникова, Светлана Краснова, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». Ксения Митюрникова, Светлана Краснова, Карина Краснова. Мы продолжаем рассказывать вам о летней оздоровительной кампании 2019. В июне на базе нескольких образовательных учреждений нашего города открылись детские лагеря. Школа номер 221 не стала исключением. О том, как провели первый месяц лета юные зареченцы, вам расскажет наш корреспондент Ксения Митюрникова. В летнее время для всех детей нашего города открываются лагеря. В этот раз наша команда побывала в школе номер 221. Первая смена посвящена хорошим поступкам. Программа лагеря называется «Добрый город». Они участвуют в мероприятиях, они делают добрые дела, они в спортивных мероприятиях принимают активное участие, помогают, убирают, где-то подсказывают, танцуют, плавают. Каждый отряд состоит не только из учащихся школы номер 221, но и из детей других школ. Ребята хорошо общаются, вместе проводят время и участвуют в концертах. Им помогают вожатые, которые играют с детьми, контролируют и приходят на выручку воспитателям. В лагере детям никогда не бывает скучно. Воспитатели и вожатые организовывают для них соревнования, квесты, праздники и концерты. Ребята с радостью участвуют в подвижных и интеллектуальных состязаниях, исследуют новые для них места и просто общаются друг с другом. В лагере можно отдыхать, веселиться и радоваться тем, что мы ходим в разные места и развлекаемся. Можно встретиться с друзьями из других школ. Мне нравится ходить в лагерь, потому что мы ходим по разным местам и встретить своих старых друзей, еще новых. От разных походов по интересным местам нашего города дети получают незабываемое впечатление и много положительных эмоций. Мне очень нравится в лагере, мы там ходим по разным мероприятиям, купаемся в бассейне и очень вкусно нас кормят. Музыка 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 В нашем спасении доброго города помогают учреждения дополнительного образования, учреждения культуры. С учреждениями с этими у нас связывает очень добрая дружба, очень долгая дружба. На протяжении большого количества лет мы сотрудничаем. И дворец творчества детей и молодежи, и центр детского технического творчества. Практически со всеми учреждениями дополнительного образования культуры и спортивного такого направления мы сотрудничаем. Вечером дети с большой неохотой покидают лагерь, но на следующее утро их ждет новый день, наполненный яркими событиями. Ксения Митюрникова, Алина Сельверстова, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». Музыка Школьники продолжают отдыхать в детском оздоровительном лагере «Звездочка». В конце первого месяца лета здесь началась вторая смена для самых активных и креативных ребят Заречного. О том, как она проходила и чему смогли научиться юные лидеры за три недели, вы узнаете из следующего сюжета. Во второй смене в детском оздоровительном лагере «Звездочка» собрались самые активные и талантливые ребята нашего города. В это время сюда приехали активисты городского детского движения «Юнзары», российского движения «Школьников». У этой смены большие традиции, интересные имена, задумки, которые здесь придумываются, осуществляются целый год. Я желаю вам очень успешной работы. Лагерь «Звездочка» – отличная площадка для развития талантов и способностей детей. В течение смены проходили конкурсы, соревнования, мастер-классы и концерты, которые готовили и проводили ребята. «Мисс Звездочка-2019», «Стартин», «Сказка моими глазами» и «Один в один» – это далеко не все мероприятия, в которых принимали участие лидер команды. Традиция смены – планирование работы юнзаров на весь учебный год. В этом году в «Звездочке» родились идеи таких проектов, как «Юнсмерч», «Битвы Великой Отечественной войны», «Бодобум-2.0» и многих других. Более активно у нас проходят тренинговые площадки, которые развивают личностные лидерские качества, и более активно работает диагностический центр. В смене разработаны четыре проекта, которые будут реализовываться в следующем учебном году. Самые долгожданные гости «Звездочки» – конечно, мамы, папы, бабушки, дедушки и друзья. Поэтому родительский день – это большой праздник для всех ребят. В этот день лагерь «Звездочка» открыта для всех гостей. И в этой смене их ждет что-то совершенно новое. «Звездочка, лето, ура!» В гостей лагеря ребята встретили флешмобом. Танцевали все – и дети, и взрослые. Не беда, если босиком они накапнута, просто потому, что нам так отзывай, ценно и допускай. В этой смене, во второй я первый раз. Мне здесь очень понравилось. Никогда не сидим на месте, даже что-то репетируем, делаем, чем-то занимаемся. Либо это спорт, либо это творчество. После долгожданных объятий стартовала работа разных площадок. Особое внимание привлекла пулевая стрельба. Дети соревновались с родителями в меткости. Эти состязания были очень захватывающими. Поэтому участникам хотелось делать выстрелы один за другим. Не ожидал, потому что по опыту прошлых лет, в родительский день дети делали номера, то есть концерт насмотрели. Сегодня, в этом году формат другой, что довольно-таки уже необычно. Приятно уже видеть некое разнообразие. Сейчас пойдем, посмотрим, что происходит на других площадках. На художественной станции ребята вместе со своими родителями могли нарисовать свои каникулы в лагере «Звездочка». Показать, насколько они яркие и запоминающиеся. В родительский день в лагере «Звездочка» открыто очень много площадок. Но самое интересное – все танцевальные. То есть танцуют и взрослые, и дети. Танцы очень классные. И вообще в лагере «Звездочка» очень круто. Оригами – японское искусство складывания из бумаги. Ему ребята тоже могли научиться в родительский день. Спортивные игры всей семьей – хороший способ провести время. В родительский день спортплощадка «Звездочки» была задействована по максимуму. Баскетбол и бадминтон, волейбол, футбол и настольный теннис – лишь маленькая часть совместных занятий. Мы первый раз попали в этот лагерь. Нам это все понравилось. Понравилось самое главное – ребенку нашему. Такой формат родительского дня в лагере «Звездочка» прошел в первый раз. И он уже стал интересным и для ребят, и для их родителей. «Звездочка» – множество возможностей для общения с интересными людьми и получения новых знаний. Во второй смене были организованы объединения разных направленностей. В смену приезжают ребята, готовые принимать участие во всех мероприятиях и вести за собой. На площадке «Я лидер» проводились разнообразные тренинги, лидер часы и мероприятия, которые помогали ребятам самосовершенствоваться в управлении людьми, коммуникации и креативном мышлении. В объединении «Пресс-центр» начинающие журналисты учились освещать события лагеря в социальных сетях и пробовали себя в роли фотографа. Хореографическое направление пользовалось особой популярностью. На этой площадке ребята изучали стили танца и ставили разнообразные яркие номера. В объединении КВН жители «Звездочки» учились искать юмор в самых обыденных ситуациях. Смена пролетела, как одно мгновение, яркое, необычное и интересное. Я надеюсь, что смена получилась. Я надеюсь, что вы все обрели новых друзей. Но самое главное, вы еще раз доказали городу, доказали себе, что детскому движению «Юнзары» жить, развиваться и воплощать самые креативные и смелые идеи, которые вы, я надеюсь, здесь придумали. Смены нам очень понравились. Номера были самые лучшие. Мы их ставили сами. «Звездочка, мы тебя любим». На церемонии закрытия ребята вспомнили самые яркие события, прошедшие за 21 день. Каждый лидер команды подготовила зажигательный номер. По традиции лидерской смены праздник завершился гимном «Юнзаров». Ксения Митюрникова, Карина Краснова, Светлана Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». Полные версии наших сюжетов вы сможете увидеть на официальных страницах студии, автор в социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Следите за нашими новостями. А сейчас мы с вами прощаемся. Ждем встречи ровно через две недели в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова